раз-два-три елочку дари чего работаем приветствую брат мой обнимаю тебя тремя своими ногами сегодня сандых у нас за рулем давай рассказывай выкладывай что хотел спрашивай что за ролик огромный большой вышел это лайв канал мужик смотри лайв канал на самом деле я хочу поблагодарить всех тех кто подписывается на лайв канал кто концентрируется на лайв канале так уж получилось что публика там я крестил у сливочный потому что именно самые преданные блудисты которые следят прямо за всей вот этой вот деятельностью сконцентрированы на данный момент там лайв канал растет хорошо людям нравится разговорный формат соответственно спрос рождает предложение пиздим чего хотим собственно данный видеоролик аж на час 40 получился в формате интервью такого знаете подкаста поэтому если вы начали смотреть это вступление можете сразу заготовить себе ништяков пожрать или попутно вставить наушники в уши и там осуществлять какие-то свои домашние дела либо я могу еще порекомендовать спать под этот ролик то есть он создан специально для улучшенного засыпания то есть вот вы его ставите на подушку рядом кладете лежите пизде имели своя неделя и засыпаете прекрасно то есть на неделю засыпания вам его хватит данный ролик необычный он пронизан ностальгическими настроениями потому что я пришел в гости к своему старому другу к своему старому компаньону партнеру по бизнесу партнеру по выступлениям федору пушкарёву который стоял у истоков такого движения как силачи старой школы то есть он стоял у истоков настолько давно что его мало кто помнит вот помнит его только тот кто наверное реально со мной вот прямо самых истоков поэтому спустя 10 лет фактически мы встретились и немножечко пообщались глядя на название в принципе темы обсуждения вы примерно понимаете получилось довольно интересно ими также хочется сказать что это не последнее интервью потому что жизнь федора развивается настолько стремительно что удивляюсь даже я поэтому как бы скоро он приедет ко мне в москву в гости и мы снимем еще одно интервью посмотрим чего у него изменилось за это время я надеюсь он привезет мне уже трость который он болеть второй или третий к там год дел короче посмотрим в общем все хватит и здесь здесь смотрите как мы пиздили там и либо очень братик посмотри какой ты посмотри как он прекрасно сочетается с кислотным носком сейчас они белых солнце очень ярко вот так вот так хорошо так хорошо но это не все кислотное что у нас есть как вы можете как вы можете видеть переезд москву открывает небольшие сюрпризики мы стараемся развиваться мы стараемся расти по всем направлениям бросаем щупальцы до туда докуда можем дотянуться раскачиваем их разжирняем соответственно блудшоп как раз таки вы можете видеть что он развивается и довольно таки неплохо поэтому следите за новинками вот в такой панам очки мне кажется техно рэйв вот все вообще можно да прямо вот всякие вот эти вот темки осуществлять поэтому а девчонки то как на тебя смотрят такую панаму купишь один точно не останешься а базара нет прямо в эту панаму можно прямо вот так вот по улице пойдете и прямо женщины будут вам туда складывать все что вы любите ноги трусики мокрые там или сухие там какие кому за кайф соответственно так ну чё начать в стиле дудя или как какого размера у тебя шли только зарабатываешь собственно я уже дал небольшое прелюдия сегодняшнему видео то есть я внес осуществил вновь для моей молодой аудитории кто то и что то но я думаю лучше всего если ты сам представишься и свое понимание обо мне и там вот это какой-то коротенькую рецензию скажешь чтобы ну вот как ты хочешь об моя публика тебя встретила так вы скажи хорошо понятно а когда мы будем базарить как мне лучше с тобой есть и диалог или или по камеру вообще абсолютно то есть это да 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 не думаю самое нормальное это ну типа что вы просто общаетесь и все типа да мне кажется ну как хочешь если хочешь что-то зрителям туда базарь а так в целом просто да типа резьба есть внутри нет а вот это как тебе прикольно это ботровашка да а вот это тоже тебе должно понравиться да слушай я заценил это этот лезермановская тема точно а вот это от ремней блядь да ладно смысле ну просто хлястики от ремней блядь прикольно вот это я в аэропорту нашел вот они блять украшения ну давай все погнали я зовут федор пушкарёв мы с виктором с хуй знает какого года общались одно время я участвовал в движухе силачьей старой школы участвовал даже в словом шоу в основном базарил микрофон и надувал грелку гнул арматуру о голову чем мы пытались мутить собственный бизнес по производству всяких разных железок но как-то он сделать этим не зашло вот потом в то время у меня было очень такое инфантильное поведение очень много на себя брал и мало что делал короче вот в итоге это вылилось все в то что меня образно выражаясь послали на хуй и как бы я был этому причина сто процентов и с виктором мы на некоторое время перестали общаться потом году каком в девятнадцатом да получается ты ко мне обратился с заказом сделать тебе такую артефакт трость с навершием виде головы барана я тогда такой делаю что я дохрена занятой и делегировал это своему подмастерье типа нахуй нахуй кольда разберись там короче сделай короче там все на мути вот коля долго дрочил и ничего не делал он короче затянул эту тему вот и в итоге когда виктору озвучили ценник за эту трость виктор ничего не ответил из чего я делаю вывод что ну первое это мы задолбали так долго все проектировать а второе может быть дорого вот и шло время сейчас у нас уже 2021 год я такой думаю блин еще классная была движуха и вообще собственно столько вообще точек сопростояния непонятно чем мы не общаемся и думаю да почему бы мне не сделать первый шаг навстречу и не не позвонить короче я думаю о бля все сегодня позвоню виктору и смотрю что что-то не могу найти твой телефон короче у себя потом я дом его нашел все-таки у меня был но как-то он справа потерялся и я короче давайте описать сообщение в инстаграме больше думал я за пять минут напишу типа виктор здорово там вся хуйня вот ну короче скажу честно я писал набрал сообщение минут 40 у меня потели ладошки как у школьница потому что это казалось для меня волнительно да да и короче ну написал тебе мол так и так вот и короче что основной месседж ты какой такое что я понял что мне это заказ интересен не с коммерческой точки зрения с точки зрения того чтобы родить на свет такой клёвый артефакт потому что затея очень интересная затея сделать трость ты тогда хотел аж 25 килограммов с головой барана ну а там была такая фишка чтобы сделать и 25 килограммов мало того что навершие в виде головы барана делать это вот такого размера как бы такого не шучу охрен знает как вообще оплатить так еще и основную часть самой трости надо было сделать из трубы диаметром 80 миллиметров вот таким вот примерно вот и залить полностью свинцом весь этот сегмент тогда бы она весила 25 или близко 25 вот ну короче это такой просто вызов для меня как или художника как для кузнеца я подумал что это великолепный повод вообще встретиться с тобой потусить узнать как ты как-то вообще живешь чем ты дышишь и короче ну вот об этом собственно я и написал вот и подумал что я хочу это сделать не в коммерческом плане типа виктор вот этот трость стоит там столько ты например готов сделать этот заказ а я готов ее сделать тебе просто в качестве такого ну просто посыла ну если тебе она понравится то там как-нибудь ее засветишь в своих ресурсах я этому буду рад но это не как бы не сумматься и не первоочередная тема я сюда тоже не за тростью так что абсолютно то есть тут и помимо трости есть чем заняться на самом деле да ну еще одна очень важная тема это же викторка очень бакнул сообщение я думаю ее чуть позже да двинем чуть позже да мне просто понравилось вначале я хотел типа ну когда я давал типа пояснения чего мы тут делаем мой пришел я говорю такой бля я не слышал я говорю наши типа но творческие пути разошлись я ушел в этот в пидерастии в шоу-бизнес короче федор пошел по творческому пути кузница там вся херня на такой меня выпиздили ну да это очень круто ты сказал более несказательно я сказал ну шоу-бизнес учит сглаживать как есть да в общем если вставить еще пять копеек по поводу того чем я занимаюсь я сказал про наши взаимодействия с тобой вот ну если смотреть изначально я художник по образованию закончил академию мне штиглица по специальности художественная обработка металла то есть я нам умею писать лепить делать из металла всякие штуки проектировать но после того как я закончил академию во первых когда я закончил академию 2012 году я бросил бухать и я с ужасом осознал что все мои те кого я думал те кто я думал что они друзья они казались сами лицебутыльниками и вот как раз тот период мы с тобой познакомились и начали общаться и у меня полностью поменялся круг общения на спортивный там тогда была на пике движуха помнишь там с прорубью там с борьбой там вокруг этой проруби со всей этой возней там со всякими там цепями гирями и прочим это мне очень помогло как бы ну передисклацироваться в новую отрасль свою жизнь я это кстати сейчас узнаю первый раз как его если честно я не знал что у федора было голизом блять мы не то что алкоголизм но но первая стадия ну да наверное не знал что ли я за откуда наверное не рассказывал бы вероятно ты не был похож на алкоголика ты как бы был тогда молодой но я тебя могу сказать что тебе годы идут ты сейчас лучше выглядишь чем даже тогда когда мы с тобой были знакомы потому что не то что ты стал такой высы как бы и все в этом духе но ты постройнил птички у тебя всегда были огромные ты звенозный на руках с годами хорошей спасибо спасибо тоже нечего я знаю мужикам за 30 приятно слышать те же тоже за 30 уже нет ну ты уже разменял третий десяток базара нету как с ракет двигаемся короче да ну я тогда был не знаю сильнее чем сейчас или нет но точно более более пухлый более толстый такой с кудряшками здесь мы верили собачьим фото даже в этом келте мы сделаем то есть есть фотки в этом же келте только вот на то время да 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 я его как раз недавно тоже откопал тут думал что-то смотрел думал о мы сейчас виктором дотучим думал у меня же есть килл то что в нем не гоняю вообще откопал будет на чердаке почистил начал начал у меня в шкафу лежит то есть как бы ремня я вижу тебя нету а сверху у меня да пусть это у меня был какой-то конченый я его не ношу поэтому так вот что я говорю по поводу ну да алкоголизма и прочего да короче завязался этим делом двенадцатом году потом я где-то год страдал всякой фигней что-то там балдел что-то делал потом в тринадцатом году ну где-то воз 12 по 13 мы с тобой начали общаться и тогда я получил заказ через знакомых на такую мрачную тему на ограду на кладбище вот я что-то помню такое да она кстати так мне кажется прям тяжело на тебе сказалось тяжело мне кажется да ну как сказать с одной стороны тяжело с другой стороны я вот сейчас понимаю я вот эту историю которую сейчас расскажу рассказывал много раз я четко понял что вот именно эта ограда на кладбище она была таким стартом с которого я начал то есть до этого я не знал вообще что я буду делать я зарабатывал тогда на жизнь тем что делал ножи на заказ и живопись графику для оформления всяких там офисов что-то такое ну да 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 такая подхалтурка была и я получаю этот заказ и безо всяких задних мыслей о том что я буду кузнецом там еще что-то такое потому что у меня будет своя кузнецы и сотрудники я просто такой ну есть заказ значит есть деньги все офигачен заказ короче назначаю ценник делаю заказчику проект вписываюсь на аренду в чудесного кузнец в которую ты помнишь на бухареской мы там тренили да мы там тренили и короче это была самая самая мрачная самая говеная кузнеца где вообще трудился я арендовал с ее с таким пахой помнишь паха что мы в охранке с ним работали его сайдовалась паха и там еще был его как сказать подчиненный такой звали серега его звали серега сварщик сварщик бомж короче он такой маленький чувак такой маленький чтобы понимали но ниже нас то есть вот мы по метр семьдесят там где-то метр шестьдесят ну даже он короче он пониже наташи немножко моей то есть он такой вообще но бесстрашный при этом чувак постоянно отгребала пахи ну вот короче такая мрачная компания была и была дико дико засранная темная кузнеца там был один большой горн там было два молотка нормальных и ту моих короче наковальня переваренная к полу и все еще всю засраны дико причем никакого там челаута как у меня там был челаут это босса на скамейка на которой лежали газеты были разложены кости из от курицы гриф вот и весь челаут короче ну вот там я начинал свою карьеру в итоге я делал этот заказ не как я планировал за два месяца месяцев за шесть если не больше все деньги заказы ушли на аренду кузинцы но зато я получил очень много опыта и тогда я только делал вид что я профессионал на самом деле профессионалом не являюсь то есть этому я мог красиво нарисовать что-то там сделать но при этом я не знал вообще как на практике работать то есть я не знал даже как металл заказать и этому не учили ни хрена то есть я типа такой ну звони на металлобазу и такой думаю так мне нужно какой-то металл заказать короче звони туда тетенька здравствуйте а я хочу заказать металл такая что там сколько холестов миллиметров кругляки там вся фигня а что что я ничего не понимаю тетенька потом короче освоился нормально все было в итоге сдал этот заказ там ушел в ноль или в минус на его сдал причем сдал классно кайфово и там получилось и согласовать хороший гонорар и сделать интересно с точки художной точки зрения чтобы положить портфолио и самое главное что во время этого я начал во вконтакте выкладывать разные фотки огня искр как я всю эту кую да во вконтакте тогда был только еще во вконтакте я там он только-только зарегался и знакомые всякие начали мне писать типа расскажи покажи а что такое там и тут я такой бинго это можно монетизировать и открыл свой первый набор на мастер-класс я поставил тогда цену 500 рублей за него всего вот сейчас у меня ценник на мастер-классы от 1600 рублей до 30 тысяч вот ну средний чек где-то 8 8 12 тысяч тогда было всего 500 рублей и неожиданно это начало пользоваться спросом на первые вырученные деньги я купил пачку брезентов и фартуков на вторые пачку защитных очков и короче пошла тема и как потом я понял оказывается что из ныне действующих кузнец в санкт-петербурге я моя кузнеца самая старая которая делает вот такие клиенты ориентированные мастер-классы до этого был сергей дегала помнишь мы у него быть как-то кузнецам дедок да такой дедок который еще толкал за православие сильно но очень некоторое время его не стало он номер да 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 жалко он такой был прямо на форме дед да очень важная кузнеца была такая вот знаете вот когда сказки читайте про кузнецов вот приходишь такую кузнецу и в принципе вот это она тоже такой борода да 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 очень каноничный да у меня есть в кузнеце артефакт один который сковал сергей дегала на фестивале на петропавловке на котором мы с тобой выступали как-то с телом-шоу это был кузнеечный фестиваль фотки сделаем видосы при собачьем и так он короче там я а вон ну чё это было то ё-моё как все переплетается тогда мы там тоже выступали по-моему в килтах короче не важно и нужен был гвоздь для того чтобы забить его забивал да и а там был кузнеечный фестиваль то есть кузнецы там стояли с горными всякая кавалия для народа а сергей дегал был моим знакомым я такой о сергей типа скуйте захерачьте нам гвоздь типа чтобы шляпка была побольше а сам был такой пробивной и он открывал гвоздь там была вот такие шляпа и гвоздь этот я помню что у тебя туго было тогда нормально было интересно то есть это было интересно да и с тех пор было рвать справочник 1 я помню да какой-то бугарим из право на я ли на я роживица который да 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 и фуле бутербург с коричневой ну так вот короче этот бой потом переехал ко мне в кузницу в качестве трофея и на этом гвозде сперва я там 2014 года объяснял два куденчных приема протяжку и осадку потом уже мой сотрудник и это гвоздь уже сменил там две или три кузницы сейчас он у меня в моей кузнице живет и вот мой сотрудник антон по мастер-классам объясняет на примере того самого гвоздя который садиковал уже ныне покойный дегала который ты забивал в башку на петропавловке можно продать его дорого но мы не продадим потому что это святой гвоздь да это подобный гвоздю можно такие вещи если про христа то нет ладно вон у меня кстати три гвоздя смотри как я видел я уже думал спиздить у тебя хотя бы два чтобы ну их там согнуть завязать а их это заказ его уже оплатили но что-то их забрать не могут а ну давай я их свяжу ты же сможешь их развязать и выпрямить нагреве так вот буду закругляться со своей истории не не пиздиска пускают да вообще ну ладно это же уникальный контент вообще смотри сколько мы всего вспомнили уже да я не думал слушаю так все увязывается так вот короче чё я говорю про эту мрачную кузницу гвоздь который до у нас который такой артипак вот мы тебя жива это кузница или нет то нет там на том месте этажный комплекс уже давно как мы как ты говорил вот когда мы там занимались типа у нас там была такая андеграундная качалка мы там осуществляли слеты тренировочные процессии и типа я не помню ты говорил или еще кто то что типа это настолько вкусное место что скоро это все говно сравняет и построит торговой комплекс да да и так и было и как раз я вот от выехал и буквально через какой-то не за там полгода год там уже херак уже такие ну не небоскребы многоэтажки стоят так сейчас там сейчас там ничего этого нету вот это не так много прошло да да время совсем немного там там нифига этого нету абсолютно но паша кстати где-то где-то тоже занимается ковкой правда не там не знаю где так вот короче после этого я переехал в кузницу на зерках совершенно рандомно через какого-то знакомого узнал что там я помню парни арендуют короче и мы тучили там там тоже были всякие замечательные персонажи вот вы там болоте кузнец был которым там тоже чуть-чуть что-то мы какую-то движуху делали больше там было весело вот и там как раз у нас было развернуто вот это вот силачевское производство там были всякие замечательные тоже кадры там bigfoot помнишь там еще какие-то чуваки вот короче было весело там такой целый пласт истории что там что там только не было но она уже получше была тем той кузне которая когда она вались туда поинтереснее было то есть там тоже проходили мастер класса уже но она была уже больше похоже на кузницу если то было похоже на какую-то галпахту или я не знаю как называется на какие-то то вот это уже она плюс-минус была норм да да и там я начал обрастать командой до этого когда мы были на бухарецке там я был один из арендовал с кем-то а тут я получается арендовал первую свою жизнь и отдельное помещение и ко мне как-то начали пристыковываться разные ребята разные специалисты двое из которых со мной и по сей день это такие самые два топовых парни в моей кузнице антоха я видел да антоха еще николай николая не было сушнее сегодня не было он еще он попозже к 4 подойдет вот и в чем в чем фишка у меня самые самые крутые сотрудники которые больше всего значит для команды которые больше всего зарабатывают это не профессионалы которые ко мне пришли уже со знаниями а это люди которые пришли просто с нулем знаний паковки но очень высоким градусом энтузиазма и огня в глазах они просто что вот антон что николай они напросились ко мне подмастерье после мастер-класса стали там убивать углы тусить выполнять всякую черновую работу чему-то учиться но и в итоге один из них сейчас ведущий кузнец по мастер-классам для взрослых а другой ведущий по мастер-классам для детей и по курсам то есть это когда история не про то чтобы там залететь на один-два вечера и что-то сковать а история про то чтобы полномерно ходить учиться и например потом открыть свою кузницу либо там какие-нибудь каких-нибудь ачивок целей достичь в кузнечном ремесле так у меня один клиент например делал себе меч и шашку в итоге по прошествии нескольких курсов а другой в течении полугода сделал себе кованое крыльцо на дачу короче не помню как его зовут это неважно но то есть мужик реально взял зафигачил себе кованое крыльцо с перилами со всеми фактиками у нас на курсах так вот слушай пока не забыла мы от этого не очень далеко отошли ты сказал что у тебя осталось два самых верных бойца большая ли текучка вообще кадров вот в этом плане у тебя или как часто ли тебе приходилось выпиздывать людей отсюда то есть много ли было такого что как бы кто-то злоупотреблял твоим доверием ты его гнал то есть там условно слушай текучка не могу сказать большая или маленькая так как у меня там не какой-то газпромовский штат сотрудник не не веду вот какую-то статистику по этому поводу ну вот на данный момент получается что у меня с самого начала становления команды двое человек именно на постоянке и у меня были разные периоды и плюс еще сейчас я соберусь с мыслями сформулирую короче ну здесь смотреть на данный момент то у меня трое сейчас сотрудников которые фигачат как бы оффлайн день в кузнице которые мастера которые делают что-то руками и сейчас получается трое сотрудников которые фигачат он онлайн то есть у меня ну из тех кто кузнецы это антон и николай те кто идут мастер-классы в основном еще сейчас у меня подрастающий кузнец иван который в прошлом сезоне летом был старшим кузнецом моем филиале в выборге сейчас внешний зоне я его перетащил сюда и он оказался настолько ценным питере что его больше выборка выпускать и не хочу он будет здесь фигачить по мастер-классам и по производству вот еще моя супруга наталья она делает smm постинг вот делает там фотки тексты еще одна есть сотрудница продаж полина которая продает подарочные сертификаты на мастер-классы там по телефону и везде вот и еще есть таргетолог который фигачит нам таргет то есть получается три на три вот так вот до этого у меня было еще у меня есть не могу сказать что он прям в команде full time то есть время от времени артур это видеограф который делает видосы какие-то которые нам нужно вот и еще и дмитрий макаренко он решает вообще все нестандартные вопросы там с электрикой и электроникой с программированием я не бытовой он такой он чувак просто ну короче чувак который может доставить все что угодно и сделать все что угодно из чего угодно короче и он еще фотограф охренительный напоминает на кого-то да 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 то есть ну такой просто супер герой если все идет по пизде все-таки звоните макаренко крючетку дим слушаем куда да да сейчас короче я уже выслал там уже все нормально вот такая тема филиал есть давай в самом выборке сейчас когда я закончу по поводу сотрудников до этого как-то у меня было был перевес в сторону большего количества людей которые работают руками то есть у меня там не было ни таргетолога не помню кто там делал посты короче вообще все непонятно как но в кузнице бегал целый табун работников там человек шесть или семь и это было вообще крайне непродуктивное время потому что все что я делал на работе сам это ходила за всеми там потирал всем жопу раздавал пиздячки и то есть я вот сам вообще ничего не создавал ничего не делал не было никакой речи не о творчестве не о каком-то хобби и тогда как раз я и тренировки забросил то есть я нихрена не делал только вот их вот так вот как котят там рассаживал я понял что это полная хрень и вот сейчас у меня только трое сотрудников которые делают что-то руками но они все очень такие ну элитные бойцы каждый из них весят значит очень много для команды и они каждый и зарабатывают хорошо и очень много чего делают и привносят и при этом в силу того что они во-первых сознательные ребята честные и дисциплинированные еще в силу того что я наконец-то додумался создать разные регламенты должностные инструкции всякие системы стало намного легче всем управлять и стало намного больше свободного времени которые могу тратить на развитие вот на такие как и как сейчас вот такой вот у меня есть урок очень это самый ценный урок для многих ну да так вот ты спрашивал про да 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 чё там за филиалы я так полагаю что это мне особо часто это что-то такое типа выездное или как слушай и да и нет ты в курсе про формат выездной кузницы правильно да вот это когда объясню зрителям это когда мы берем наковальни горн инструменты там одеваем кожаные фартуки и не здесь тусим в кузнице а все это вывозим куда-нибудь на петропавловку в другой город либо там даже в другую страну и делаем кузнечный перформанс там то есть с нами можно паковать пройти какие-то простые мастер-классы где-то вот на каком-то фестивале открытом дело в том что тогда еще исполняющий директора исполняющие обязанности директора выборского замка валентин молодец который вообще там даст всем фору и он спортсмен он занимает занимался раньше и с б историческим средневековым боем это когда юноша с некоторых пор девушки одевают на себя стальные доспехи и дубасятся стальным но затупленным оружием очень жесткий и брутальный спорт не моя куниса с ним очень тесно связано так вот он занимался с б раньше потом ему надоело он перешел более элитную такой элитный отдел исторической реконструкции в латные поединки то есть там на лошадях я полагаю там бывает и на лошадях и пешком вот он участвует в тех которые пешие турниры то есть она такие светящиеся лад да 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 фетишный да я понял на это позднее средневековье этому супер дорогие комплекты да да на просто охрененный уровень именно исторической реконструкции то есть не какие-то там дроиды друг друг дубасят непонятно чем а там прям супер все исторично из-под колодоса на голове да да и там разрешены в некоторых вариантах и колющие даже удары и там у чуваков под доспехами кольчуга и у них там весь интернет поединке на таких коротких мячах и на конце мяча там такой пятак и разрешены колющие удары и прикол в том что ну по крайней мере вот недавно я слышал что есть такие правила по которым вот как раз валян тоже выступает засчитываются удары только те которые нанесены в бездоспешную часть то есть как бы не когда тыкают куда-то там кирасу который защищает а когда отводит руку и херачит подмышку например прикинь сколько полный комплект обмундирования весит приблизительно с кольчугой или вот кольчугой меч и латные доспехи слушай ну без меча я думаю что не ошибусь если в районе где-то килограмм 30 плюс минус это непроверенная информация с моей стороны так как бы пальцем в небо потому что я не настолько глубоко в теме ну то есть там какой-то вес знаешь не овер до хрена не 50 килограмм но и конечно это немало да но и не не шестнашка то есть это что-то что тренированный человек ну как бы может надеть и не охренеть но вот чтобы в этом активно действовать а там надо активно действовать это нужно уже ну конкретно тренироваться и они там фигачат разные и кроссфитовские тренировки и силовуку тоже чтобы быть форме то что кольчуга хорошая кольчуга прямо она весит килограмм 13 если прямо такая хорошая плотненькая у меня тоже есть хочу вот эту мы примерим что-нибудь не поснимаем обязательно слушай ну да получается если кольчуга только килограмм 13 там я думаю за 30 куда должен быть комплект без оружия на такая мощная тема и там например шлем это вообще отдельное произведение искусства он делается специально под заказчика мне вот валентин показывал свой шлем турнирный там забрала которая защелкивается все супер эргономично чисто под него сделано то есть это как такой спортивный высокотехнологичный снаряд и не какое-то ведро просто в котором там палка и пофигу не пашка под шлемом умеется слушает да там короче там парашют насколько я знаю такой чтобы чтобы шлем как бы все в воздухе и плотный плотный стягач такой с толстой какой-нибудь ваты или чем-то таким внутри чтобы гасить удары потому что там пролетает голову очень нехило так вот я говорил в общем филиал до филиал валентин теме исторической реконструкции давно уже он из выходец из клуба русский орден реконструкторского и валентин несколько раз со мной соприкасался на разных фестивалях исторической реконструкции где была моя вы знаю кузинца и где была моя точка ремонта доспехов и оружия таких парней вот там они раз он меня что-то ремонтировал точки самообслуживания потом еще как-то мы делали через него на заказ награды его каким-то знакомым и ему очень понравилось они были очень довольны ну короче было несколько таких точек касания вот и мне как-то валентин позвонил и сказал что здесь слушаю спасибо большое что вы так четко сработали он сказал две вещи он будет что очень очень важно что вы делаете все качественно это что вы не проебываете сроки это прямо цитата а оказалось что вообще в теме исторической реконструкции проебывать сроки тотально это это норма и для всех это было приятным бонусом что мы эти сроки не проебываем это не то что в теме реконструкции кузни или еще чего-либо в принципе в россии как бы бизнес он такое что про я будет сроки это типа ну как бы полк почему и еще про я будет качество да еще просто все про я будет тоже типа нормальная тема да 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 жестко заковидилось в прошлом году сильно сказался на вас ты знаешь вот когда была первая волна в марте у у нас почти полностью прекратились п�로 нет мастер классы в кузнице прекратились почти полностью то есть групповые вообще естественно перестали проводить потому что не набирался народ остались очень вялотекущие индивидуальные мастер-классы ну и конечно сильно упали продажи подарочных сертификатов я у меня основная основная прибыль кузницы это не те деньги которые платят мужики которые приходят ковать и такие я хочу ковать вот вот вам деньги я пошел ковать это их жены и девушки которые покупают для них подарочные сертификаты и потом их дарят. То есть направление сугубо мужское, но наши клиенты это сугубо девушки. Вот такая странная тема. Интересно. Да. Ну короче да, упало все очень сильно и было такое время, когда я думал так, ну я просто как бы посчитал, прикинул и понял, что еще месяц или два таких же и мне надо будет оборудование вывозить на какой-то склад, закрываться и переставать оплатить аренду, потому что было не вытянуть просто. Тут как бы по мере увеличения оборотов кузнице увеличиваются и финансовые риски. Одно дело, когда аренуешь какой-нибудь маленький курятник. Одно дело, когда ты ни хера не делаешь, ты можешь жить на 50 тысяч в месяц, но когда у тебя большая обширная деятельность, штаб работников, то есть какие-то проекты еще там не в одном месте, да, нужно много денег. Много, очень. Да, 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 ты понимаешь. Ну вот, и я был в таком подвешенном состоянии месяц или два и я, короче, чтобы тут не начать сходить с ума и что-то такое, я начал пилить разный контент на YouTube. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, скажу сразу, что я никак не занимался его продвижением, я сосредоточился непосредственно на производстве, ну просто, короче, решил раз такое время, что, ну, не заработаю я сейчас бабок никак, я решил сосредоточиться на том, чтобы, ну, попиариться, короче, сделать какие-то дерзкие темы, которые я хотел сделать до этого, но до которых у меня не доходили руки. Вот. И сделал формат типа аля выжить в кузнице, как будто мы тут все на *** докрылись, творим всякую дичь. В этом формате в рамках каждого выпуска мы снимали, как делаем какой-то артефакт поэтапно. Обычно это было что-то колющее, режущее, поджигающее, что-то вот такое вот разрушающее. Это уже все выложено? Да, да. Ссылка в описании. И в конце самая главная тема вишенка на торте, это когда мы этим артефактом что-то расхерачивали, и мы прям в этом вообще преуспели. У меня был кузнице вся затарена всякими вещами, чтобы их расхерачивать. Там были тыквы, капуста, короче, все, что там было на выброс, какая-то посуда, еще что-то, все тоже расхерачили. Привет, праведный вандал. Да. Потом была особая тема, это были пеноблоки вот такие большие из пенобетона. Они хорошо разлетаются. Да, вообще сказочно. И мы их обливали соляркой, поджигали и расхерачивали. Еще был огненный выпуск, где мы поджигали там баллоны с освежителем, пропановые баллоны маленькие туристические. Даже есть один маленький видос, где я, короче, ну я облил наковальню, на которой стоял баллон соляркой, поджег это все, сам закрылся щитом, надел маску и топором с клевцом пробил этот как бы баллон, который был в костре, а он улетел прямо у видеографа и хуякнул его в живот. Вот. При том, что видеограф стоял, на заметку тебе, кстати, стоял вообще в дверном проеме, вот так вот за занавеской, и на видосе прямо видно, как этот, я херачиваю, этот баллон такой, бух, сюда ему. И он такой, даю. Очень, очень было круто. Ну вот, короче, я в это время вот так вот веселился, этот март, чтобы не сойти с ума, потому что бабки было нереально зарабатывать. И это что-то дало тебе? Слушай, дало. Ну, кроме личного успокоения и досуга. Слушай, да, конечно, дало небывалый рост числа подписчиков на канале с 32 до 517. Это не тысяча. Нет, тысяча, единицы штук людей. Вот. После этого видоса будет, ну, прилетит побольше. Да уж, я думаю. Вот. Не, вот это шутка была, в общем-то, да. Не, ну, все равно рост был, да, с 32 до 500. Это, конечно, херня. Но, по крайней мере, я точно попрактиковался, как снимать, как писать сценарии, как там, что, где работает импровизация, а где нужно все-таки готовиться. И, ну, по крайней мере, стопудово я классно провел время. И еще попозже, уже, ну, буквально две недели назад, мы купили телек и поставили его в чиллзону для гостей. Бывают некоторые моменты, когда люди там пьют чай, либо собираются на мастер-класс. И мы включаем все вот эти выпуски в качестве мультиков, чтобы они смотрели, притусивали и подсаживались на атмосферу. И это очень хорошо работает. Прикольно, да. Ну, по крайней мере, вот так это точно помогло уже. Так вот, про Марты, про то, как я заезжал в Выборгский замок. Вот. Я описал, как бы, ситуацию, да, что там было. Ну, вот были эти видосы, было безденежье. И такой вот был шаг отчаянный. В общем-то, пытаться в таком случае открывать свой второй филиал, но это вообще гиблое дело, потому что и на первый тогда уже не хватало, ну, не хватало запасов денег. Вот. Ну, я просто так, чисто по приколу... А звонок открыл, второй по приколу открыл. Ну, типа, да. Вот. Короче, съездил я к Валентину в Выборг. Он мне показал разные, разные вот эти пустующие помещения. Но, как бы я скажу честно, мне было больше всего интересны не эти помещения, которые были вокруг Выборгского замка, а мне был интересен сам Выборгский замок, само собой. Да-да, конечно. Мы там с тобой были на... Да-да, бар-бардак. Да, да-да, выступление было в бардаке. Это было одно из самых первых выступлений, на котором я себе вскрыл, короче, вот эту вот руку, помнишь? Да, конечно, я помню, да. У меня в альбоме во ВКонтакте есть фотка с этой вулевой у тебя здесь. Была жесткая тема. И мы до этого с тобой наведывались в Выборгский замок. И знаешь, в чем прикол, короче? Я тут недавно смотрел, раскопал, короче, нарочно у себя в ВКонтакте этот альбом с фотографиями того года. Мы там с тобой стреляем узлуку на пафосе, еще там что-то делаем. Держим дубины. Да, дубины. Фоткаемся с совой. Да-да-да. Фотки будут. Фотки будут. Да, блин, вообще охрененно. И мы тогда забирались еще на башню, и я еще фоткал с башни. И, короче, вот Валентин Александрович, дико зареспектованный, уважаемый человек, известный повсеместно в реконструкторской среде, не только в Выборге. Тогда он был уже широко известен в реконструкторской среде, но еще не был даже и близко директором Выборгского замка. Он тогда был в Выборгском замке методистом. То есть это человек, который водит экскурсии, который занимается приемом народа и так далее. То есть он гонял там в исторявых одеждах, рассказывал про достопримечательности Выборгского замка, то есть работал с туристами. И у меня есть фотка, которую я сделал, когда мы там с тобой были с Выборгской башней, я сфоткал просто рандомно вниз. И там, короче, Валентин Александрович сидит за столом в шляпе с таким длинным пером и отпускает людям индульгенции. Вот, прикиньте. А, там была не шляпа. Там нужна будет эта фотка. Да, она будет. Там была даже не шляпа, короче, а у него, по-моему, была ряса монаха-францисканца такая зеленая. И он, короче, сидел. Он мне, ну, только недавно об этой теме рассказывал. Он говорит, типа, бляха, я вот раньше зарабатывал тем, что отпускал индульгенции. Вот, при этом это очень стебная тема. А существует у нас ясность для людей, которые на нас смотрят, что такое, что значит отпускать индульгенции. Это в католицизме такая тема платное отпущение грехов. То есть, ну, типа, погрешил-погрешил, потом задонатил церкви, она тебе хуяк с такую грамоту спечать. Ну, типа, все, индульгенция, ты чист, братан. Удобно. Да, очень удобно. И такая должность требует определенной харизмы. То есть, он там сидел, короче, и смотрел, там, кого как можно подстебать. Идет там какая-нибудь девушка. Он такой, вы грешны, короче, вам нужно индульгенцию обязательно. У вас голые колени. Да, 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 типа того. Он такой, о-хо-хо-хо-хо. Типа, а сколько стоит? Там, ну, 100 рублей. Хуяк там эту турбучную печать, что-то там написал, ей такой свиток. Вот. Я, чувак, пробей мне эту тему, пожалуйста. Я прям целый пранк устрою, пожалуйста. Я буду индульгировать просто всех. А, то есть, ты хочешь сам все? Конечно. Или нужен какой-то чин для этого? Слушай, нет, не нужен. Ну, как бы у тебя, главный момент, есть все связи и выходы на это, которые нужны. Мы тебе... Короче, 5 лайков, и я иду индульгировать распутных, прекрасно одетых женщин с оголеными коленками босонок. Охереть. Короче, дожидаемся июня или июля, когда будет тепло. Когда девушки будут гонять не только с обнаженными коленками, но и без лифчиках. Короче, дожидаемся, когда в Выборге будет курорт и жара, короче. Ряса монаха-францисканцы уже тебя там ждет. Берем тебе турбучную печать, короче, свитки, индульгенции, это тоже все есть. Пять лайков, пять лайков, и я сделаю это. И все, и топим жару, короче. Кайп. Так, ну вот, короче, мы едем такая вот фотка у Валентины. Я ему, кстати, ее еще не скидывал, что-то запамятил. Не надо, пусть она сначала у нас будет. Да, да. Короче, приносимся в наше время, в март прошлого года. На Медне. Да, на Медне, почти. Вот, и приехал я, а, так вот, и, короче, Валентин мне сказал, что, типа, я покажу тебе разные помещения. И тогда, помнишь, мы пробовали там отыскать некую кузницу тоже в Выборгском замке. Ну, по крайней мере, у меня такой был интерес. Но там то ли вообще ничего не было, то ли было что-то такое, ну, невзрачное. В общем, у меня на фотках нет ничего похожего на кузницу, я ничего такого не запомнил. Ну вот. А в то же время я слышал, что там вроде как есть кузница, но в то же время как-то как будто там ее нет. Я говорю, Валентин, а что у тебя там вообще в замке по кузнице? Он такой, типа, ну, там, типа, есть кузница, ну, типа, там пацаны, короче, в проебе не, ну, как бы, не работают. Он им недоволен, не реализует потенциал. Вот. Я говорю, ну, окей, слушай, покажи мне ее тоже. Посмотрел мастерские, понял то, что там внутри помещения, там какая-то экспозиция, там, ну, какие-то орудия труда, что-то, какие-то мотыги, мечи, еще что-то перекручено саморезами к стенам. Короче, сделано все довольно колхозно. Вот. И снаружи почему-то все это оборудование, меха, наковальня, еще что-то, они все стоят на земляном полу вот с таким вот очень сильным уклоном. Я, собственно, вообще не понял, где там проводить мастер-классы, где там принимать народ. Самое главное, нахрена все прятать за забором, все ништяки. Потому что, ну, короче, потом я снес забор, и это стало выглядеть охрененно. Реально, как из быстрия на колец, как будто в Новой Зеландии. Пять лайков, и мы идем в ту кузницу, напоминаю. Так вот, и я все там посмотрел, отфоткал, и потом, когда все закончилось, весь этот просмотр, я там где-то купил кофе, какую-то себе выпечку, и на мосту напротив этой кузницы такой, ну, стоял, чилил и заснял сториз, типа, ну, так просто для себя, типа, или чтобы с ребятами в рабочем чате поделиться. Заснял видос, ну, типа, у меня вот тут стакан кофе, какая-то булка, и там сзади Выборгский замок, и там фасад кузницы виден. Я такой, пацаны, короче, снимаю видос с видом на будущий наш филиал, короче, в замке Выборги. Ну, короче, заснял эту сториз, и все оставилось на телефоне, ну, потому что тогда было непонятно, получится, не получится, как говорится. Но я очень сильно захотел, я запланировал все там провести, демонтаж, обустройство всего за месяц, по-моему, к 1 мая там планировал открыться, вот, а при этом, да, при этом, даже, может быть, меньше месяца оставалось, но при этом в конце марта я только принимал это решение, ну, да, короче, там был месяц, это с начала апреля, дедлайн, короче. Да, определенный дедлайн, тогда уже нужно открыться. Бахнул все силы туда, всего за месяц, мы там все демонтировали, потом отстроили вот эту террасу своими силами, то есть силами моих сотрудников, и я там тоже очень много времени проводил. Отстроили террасу, демонтировали там экспозицию, которая была внутри. Ты сказал, что у вас был, типа того, дедлайн, и все в этом духе, то есть были сроки, я вот вижу на белой доске большое количество разных сроков, и все в этом духе. Пойдем туда нос сунем. Давай. Это я выиграл на одних соревнованиях таких. По соревнованиям почему? По рубке бруса на время. У нас и такие есть. Я в Америке видел, где такая прям пилят ровными такими бревна, да, потом типа срубают топором. Нет, это другое, то это соревнование типа дрывосеков. Я хотел такие организовать. А у тебя? А это Blade Sport, это когда берут, короче, здоровые тисаки, и ими на время делают паспету. Рубят канат, бутыльки прорубают. Это такое, типа кроссфит с тычкой. Ну тоже прикольно. Так, что у нас, какое сегодня число? 25 апреля. Так, нож, трекер. Чувствую? Да, конечно. Это был мастер-класс, он был приведен в эти жесткие даты. И, короче, я обычно, обычно у меня все мастер-классы проводят мои мастера, но самые топовые и уникальные провожу я сам, чтобы продвинуть кузницу еще выше. Ну понятно, да. Вот это он, да. И самому, чтобы еще не тупить, как бы развиваться в этом направлении. Так, 19 апреля, встреча с Виктором, анонс трости, приготовить рисунок железки. Что, у нас еще анонс будет? Да. О, сегодня 19 апреля, потом проебались мне. Ну, на 6 дней, что? Ну, это мы проебались из-за того, что я был в Москве или что-то там такое. То есть это 1 мая, готов меч для установки. Да. Что за меч? Скалибурш? Вот это демо-проект меча. Здрасте, это дилдолибур? Не совсем. Это скалибур. Скалибур, да. Сейчас погодьте секу, я притащу сейчас железку. Не, подожди, подожди. Давай, это попозже. Ну, попозже, да. Короче, уже сам этот меч трансформировался, он несколько увеличился в размерах, распух. Да, это все будет, да. Так, 1 июня на моем YouTube-канале 5000 подписчиков. Иначе я провожу бесплатный МК по дамасскому мечу. Я думаю, вот эту ответственность я в состоянии с тебя снять. Да? Ну, я думаю, да. То есть, как бы. Сколько сейчас? 512 или даже 514. Я не считаю. Какие такие цифры? Пацаны, что-то надо, да. Ну, смотрите, но с другой стороны будет халявный мастер-класс по дамасскому мечу. Поэтому, можете сначала на него сходить, а потом подписаться. Сыка. Он только для одного человека. Для кого? Для кого-то. Условия я себе поставил такие, что я разыграю, короче, кому-то свезет. И тот, кто выиграет этот сертификат, для того я проведу. Вызов для меня в том, признаюсь честно, что, ну, я не умею ковать мечи. То есть, вот этот меч, который здесь на стене, и меч, где он тут? 1 мая готов меч для установки. В общем, вот этот меч, который я начал ковать, это первый меч, который я делал. А на 27 апреля, первая часть, и 3 мая, вторая часть, у меня назначил мастер-класс по мечу. Короче, я просто сделал такую фичу. Я сперва на продавал сертификатов на ковку меча. Вот. И продавал их несколько штук. И когда их купили, и вот сейчас человек с сертификатом хочет прийти на мастер-класс по мечу. У тебя нет пути отступления. Да, да. И я вот срочно сейчас стану человеком, который умеет ковать мечи, и приведу ему по красоте. Это за дерьмо работает, кстати, да? Это нормальная тема. Да. И я так, знаешь, выкатил очень много новых тем мастер-классов. Сделал сперва просто какую-то фото-жабу, выставил, назначил ценник. Фото-жабу? Да. Люди напокупали этих мастер-классов. И когда они начали к нам обращаться, у меня все резко научились там ковать топоры, делать дамаск и все остальное. А до этого я сидел, два года горочил и не делал новых тем. Хороший пинок под жопу, берите на заметку. Так, далее, мне очень интересно. Так, деньги канала, предпродажа прав. О, слушай, это, на самом деле, инсайдерская информация. Она не имеет отношения к целям, к вот этому верхнему блоку. Это же самое интересное. Я вижу тут 5 миллионов, 6 миллионов. Да, 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 да. Короче. Что это, блядь? Короче, ладно, я раскрою козыри. Ну, чуть-чуть. Можешь, как бы, если что-то совсем, как бы... Слушай, нет, тут нет ничего секретного на самом деле. Есть такое шоу на телеканале History. Forging Fire называется. Между молотом и наковальней в русском переводе. Шоу в том, что мужики, оно снимается в Америке. Разные кузинцы приезжают на вот это шоу. Им дают задание сковать неведомую хрень. Они не знают, что и не знают, из чего. Дают там какой-нибудь металлолом. И говорят, вот, пацаны, у вас 4 часа, чтобы собрать из этого ножи. Они делают ножи целиком, полностью. А потом судьи эти ножи тестируют. Как они рубят, режут, насколько они прочные и так далее. Вот. Ну, а парни очень сильно очкуют. После этого есть вторая часть, где они делают, каждый в своей домашней кузинце, еще более крутое оружие. Какой-нибудь огромный меч или что-нибудь еще более сложное. Съезжаются обратно и судьи точно так же тестируют. Выдают, ну, как бы, выбирают одного победителя. И, по-моему, там у них приз 10 тысяч долларов. Ну, и всеобщий респект. Вот. И к чему это все? До марта предыдущего года, да, в том еще сезоне, на меня вышел один представитель Forging Fire, только в России. Короче, потому что ребята из Америки, вот эти официалы Forging Fire, они задумались делать русские сезоны Forging Fire. И этот человек, он твоей тезкой, его зовут Виктор, он занимался тем, что искал, как бы сказать, персонажей для съемки вот в этом шоу. Ну, то есть участников, короче, он искал. Вышел на меня, напросился в гости, приехал, мы с ним пообщались, он посмотрел, что у меня реальная кузница, то, что мы делаем всякие ножевые и прочие штуки. А совершенно не все кузинцы, кто называется кузинцами, они умеют делать эту штуку. Да, умеют делать эту штуку. Очень многие делают ограды, а даже те, кто делают ножи, зачастую там один человек делает суперские клинги, другой суперские рукояти, третья гравировку, и они все это делают в определенные сроки, сами у себя, в своей лаборатории, но при этом не на скорость, не на время и не в стрессе. А у меня тематика мастер-классов, это как раз и есть Forging Fire, только с клиентами. То есть есть нехилый отвлекающий момент в виде клиента, который, ну, он, с одной стороны, должен поучаствовать, с другой стороны, надо сделать так, чтобы он не накосячил. Есть фиксированное время за то, за которое должен быть сделан нож или топор, и, короче, это чисто моя тема. Ну и там еще надо было, чтобы был загранпаспорт и какое-то минимальное знание английского. У меня все это было, поэтому я стал претендентом на то, чтобы поучаствовать в этом русском сезоне Forging Fire. Я, например, сперва в России, в случае, если бы я прошел в финал, то мне бы оплатили билет в Америку и либо визу вот туда. И это была настолько прям воодушевляющая для меня штука, потому что до этого я просто смотрел, ну, Forging Fire, да, прикольно, конечно. А тут нихера себе, короче, что меня туда. Я так подумал, блин, все, я сейчас буду тренироваться, всякие огромные там мечи-то порыковать, все, погнали. Но случилось и ***, и все это заморозилось. Да, ***, и многим я это вывернул, конечно. Да, и мне сказали, что это все, ну, не то, что заморозилось, а вообще уже отменилось, непонятно, когда будет, потому что непонятно, когда американцы начнут куда-то выезжать. Ну, конечно, это было отстойно, но я не унывал. Так вот, к чему я это? А тут сейчас, перед вот этим летним сезоном, что-то меня начало будоражить, я думаю, а что я вообще туплю? Я же могу сам делать вот эти вот русские сезоны Forging Fire. Хочешь что-то сделать, сделай это сам, это охеренная тема. Никому ничего не обязан, никого не ждешь вообще. Да, да, и я подумал, как я это могу сделать, но чтобы это было не колхоз, а чтобы это было реально мощно, официально и классно, и я бахнул голосовуху вот этому Виктору. Говорю, Виктор, слушайте, меня тут, короче, ужалила какая-то муха, я хочу сам делать сезон Forging Fire в России. Как бы мне это сделать так, чтобы это было не каким-то козлячим движением, чтобы пацаны в Америке, ну, не обиделись на эту всю тему, вот, чтобы все сделать красиво и официально. И Виктор связал меня со своим директором по этой теме. Его директор – это главный продюсер канала НТВ с какого-то там года и по сей день. Его зовут Никита. Потом я созвонился с этим Никитой, и Никита очень сильно повысил мою эрудированность в этом вопросе. То есть именно сказал, какая там кухня, как вообще стоит, ну, сказал, что там есть два пути. С покупкой американской лицензии – это первый путь. А второй путь – это с тем, чтобы снимать какой-то свой уникальный продукт. Я тебя немножко буквально чуть-чуть перебью. Просто наблюдая за некоторыми блогерами, коллегами по цеху, которые просто пиздят контент за рубежом, вплоть до превьюшек, короче, и просто вообще вот пошагово ты такой, а как бы сделать так, чтобы американские коллеги на меня не обиделись, то есть типа… Ну, да, есть такая тема, но я просто хотел сделать все, ну, короче, нормально по чесноку, и, ну, по крайней мере, вот этого Виктора точно поставить в известность, ну, и спросить у него совета, потому что у меня с ним хорошее отношение, он такой открытый мужик. Ну, так вот, и эта стратегия принесла свои плоды, потому что Виктор меня оствелывал со своим генеральным директором, вот, который занимается продюсированием и еще там много каких-то сложных слов, которые для меня туманные, но, короче, он делает кинопроизводство для телека и для ютуба тоже, вот. И, значит, я поговорил с этим Никитой, кучу от него инфы получил, и, в общем, стало понятно, что нужно не брать у американца лицензию, а придумывать свой формат, только чтобы он был отличный от американского Forging Fire. Ну, то есть я буду, конечно, биться... Не Forging Fire, а Fire and Forge. Ну, да, типа так. Ну, и чтобы кузинцы, чтобы подчеркнуть русскость проекта, например, играли на балалайках, пили водку и ковали в ушанках даже в любую жару. Абсолютно верно. Ну, тут три слагающих успеха, все, как бы, все уже есть. Все-таки возвращаемся к атмосфере творчества беспорядка. Да. Не, ну, на самом деле, я, наоборот, буду стоять грудью за тем, чтобы там не было ни водки, ни балалайка. Короче, это тебе вот нужно вот столько средств, да? Короче, для меня стало открытием, что, оказывается, снять одну серию вот подобного шоу, это стоит 5 миллионов. Вот. То есть я пока не врубаюсь, куда там тратить такие деньги, на что и на кого. То есть это речь идет не о том, чтобы... Не, я примерно уже понимаю, как это работает. Я просто пообщался с одним человеком, он был в проверке на Блуд. То есть я видел, как он снимает, и, в принципе, да, там такие цифры. И там есть еще куча каких-то должностей, там есть какая-то группа авторов, которые что-то пишут, еще там что-то, еще, еще, еще. Вот. То есть, ну, затраты на одну серию вот такие. Затраты на то, чтобы предоставить какую-то демо-версию, чтобы ее, чтобы не на пустых, ну, не на пальцах объяснять телеканалам, что мы вообще хотим. То есть, ну, какая-то минимальная сумма, которую надо рискнуть, чтобы понять вообще, зайдет или не зайдет. Это где-то от миллиона до полтора. Вот так вот. Ну, это как бы какие-то более уже реальные для понимания деньги, но все равно это для меня сюрприз все. Вот. И вот эти все цифры, это, конечно, большой вызов. И где будешь брать их? Слушай, я пока не думал, пока об этом речь не идет. Пока речь идет вот об этих вот двух функтах. Это то, что нужно от меня, то, что я предоставлю на следующей неделе. То есть, понимание творческой составляющей, то есть, типа, чем именно это будет все отличаться. А где у тебя маркер? Я тебе немного помогу. Спасибо, да, слушай. То есть, творческая составляющая проекта, что, как, почему. Вот. А второе, это продумать наше отношение с продюсером. То есть, в данном случае, если мы партнеры, то мы будем делить прибыль пополам. Если я единоличник, то есть, если я ему плачу гонорар, то потом вся прибыль достается мне. Но, ну, ты понимаешь, что, в общем, как в отношениях с партнером, так и во время продажи этого продукта телеканалом. Есть такая тема, что, ну, если денег нету вначале, и мы вступаем с продюсером в партнерские отношения с телеканалом, просим их запашлять там какую-то деньгу вначале, во время предпродажи, то потом они у нас отжимают намного больше разных прав. Вот. Ну, и потом мы меньше зарабатываем. Телек, конечно, любит говорить, что у них нет денег. Ну, да. Вообще, это не коммерческий проект, где их нет. Имел несколько опытов общения с телевидением. Блядь, ебаная днища. Да? Вообще, вообще просто. Ну, вот мне, конечно, предстоит это делать. Ну, вот. Такая вот тема. Ну, то есть, чем больше я туда вкину изначально денег, тем больше будет прав, ну, и тем больше риска все эти деньги, соответственно, туда вкинуть с конца. Собственно, у нас осталась, наверное, последняя или одна из самых важных тем на пиздящем канале лайве. Собственно, как бы это подвести туда грамотно. Ну, давай, ладно, сдалека начнем. Почему ты хочешь сигануть в телевидении? Сигануть в телевидении, понимаешь, у меня такой задачи изначально не было. Я думал про движуху, в первую очередь, на YouTube-канале, потому что, ну, мне этот формат намного более понятчий, чем какой-то далекий непонятный телек. Там для начала можно и меньшими деньгами отфоказывать. Да, да, и меньшими деньгами, и ниже порог по качеству, ну, и не нужна такая толпа, там, не знаю, там, световиков, звуковиков и что-то еще. То есть я изначально думал именно про эту тему. Но вот этот специалист Никита, продюсер, он заточен, в первую очередь, на вот такой, больший масштаб. То есть, насколько я понимаю, там при продаже прав на трансляцию вот этих определенных серий на определенные телеканалы, получается, в итоге, выше, ну, выше маржинальность всего этого дела. То есть, получается, что тут можно зарабатывать не на интеграциях, монетизации, там, каких-нибудь спонсорских ништяках, а можно, ну, просто проводить определенные сделки. Типа, например, там, ну, затраты на съемку стоят серии 5 миллионов, в итоге можно, например, там, на каких-нибудь спонсорах на чем-то еще нарулить, скажем, еще миллион, и плюс еще продать не за 5, например, за 6 миллионов, это на телек, и в итоге сделать с одной серии 2 миллиона. Вот, то есть, насколько я понимаю, тут другой масштаб в плане финансов, вот, но и другой уровень финансовой ответственности изначально, потому что инвестировать тоже нужно намного больше, вот. И такой формат можно, конечно, обломать зубы совершенно спокойно, и плюс еще, не имея вот этих вот 5 миллионов на серию, а у меня нет столько денег, чтобы я мог херачить по 5 миллионов на серию, там, ну, в сезоне даже не одна серия, а несколько, вот. Если влезать в этот формат, но при этом со всеми быть только в партнерских отношениях, и набирать кредитов, и продавать, то есть вариант сделать такую очень масштабную по обороту движуху, но в ней в моей прибыли будет там фиг да нифига, либо вообще в минус, вот. Хорошо, что ты отшаешь. Ну, да, поэтому, если будет речь у тебя об этом, то я лучше сделаю какой-то более камерный формат, но все-таки на ютубе, вот, чтобы не влезать в какую-то финансовую кабалу. Ну, такая история. То есть это же получается огромный риск, то есть ты, гипотетически, готов вложить 5 миллионов при том, что нет никакой гарантии от канала, который у тебя это вообще купит. Да, да, именно так. Ну, насколько я понимаю, что конкретно, чтобы начать это все тестилить, нужно не 5, а там от миллиона до полутора, но это все равно такие деньги, как бы, так сказать, они не лишние в компании, и рисковать ими тоже, ну, сука-то. Так что, так что, да. Интересненько, интересненько. Ну, собственно, возвращаясь к началу нашего разговора, ты говорил, что ты женат. Официально все, короче. Да, слушай, я в сентябре этого года совершил такой шаг. Да, женился на Наташе. Ты знаешь, мы с ней тусим, я вообще даже не знаю, сколько уже лет. Порядка, что-то. У меня охреновая память на всякие там года и цифры. Порядка семи или даже, может быть, восьми уже мы тусили и тусим вместе. Ну, иногда там ругались, ссорились, одни раз даже расставались месяца на три или даже четыре. Вот, да, было такое дело. И потом сошлись снова вместе. И я понял, что, ну, как бы, буду говорить как есть, у меня отношения с мужской стороны к свадьбе и было и есть такое, что, ну, вот, меня это лично никак не цепляет. Я уверен сто процентов, что, например, если у кого-нибудь были хуевые отношения, они не станут крепче, если люди поженятся. А вот, примеров, когда получалось наоборот, типа, какие-то милые романтичные отношения превращались в какой-нибудь, как бы, так сказать, ебаный пиздец. Я видел такое, причем довольно часто. Да, да. У меня таких примеров очень много было. Да. И поэтому я все время оттягивал этот момент. То есть, ну, я жил с Наташей, мы путешествовали, вместе работали, что-то там делали, все было классно, хорошо. И, ну, короче, по идее, в таких случаях люди обычно женятся. Ну, люди женятся. Но мне это было нафиг не надо. Вот. А Наташе это было все-таки надо, как любой девушке. Это, ну, определенная гарантия. В ней не гарантия, а это, ну, в современном мире это вообще не гарантия чего, потому что как женились, так и развелись. Но это определенный, как бы сказать, это определенный шаг, который показывает ей и всему миру то, что он ее, человек ее признает, как именно свою жену. То, что он ее выбирает и то, что, ну, вот он таким образом это документирует. Я просто понял то, что наши отношения не развиваются дальше из-за вот этой темы, но из-за того, что я как бы забиваю хуй на ее желание, вот, и не иду ей навстречу. Ну, и так как мне было интересно умножить наши отношения, над ними работать, их, по крайней мере, точно сохранить и двигаться дальше, вот, я, ну, а, нет, начну с другого. Я сделал ей прямо, ну, охуительное предложение, вот, и, я, короче, заранее изготовил кольцо в виде, короче, это было кольцо кованое, сам обувь был из нержавеющей стали в виде двух щупалец осьминога, которые вот так вот закольцовывались, с присосками, короче. Сварочным аппаратом, тигом приварил эти присоски из нержавеющей стали и сделаешь так, что эти два щупальца, они делают еще маленькое колечко такое из латуни посередине, вот, то есть такое довольно крупное дизайнерское кольцо получилось. И, мое желание сделать предложение, 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 да, оно совпало с очень крутой очисткой моей кузницы, я смог вывести свою выездную кузницу и ремонт доспехов оружия в Монако, прикинь, в Монако, блин, вообще, об этом не мечтал, вот, и мы там погрузили оборудование на фуру, сами полетели туда на самолете, и помимо всяких рабочих дел, которые у нас там были, у нас было очень, конечно, свободное время, мы там просто как не в себя тусили, гуляли по музеям, и там есть потрясающий музей океанографии, где куча, куча там аквариумов с рыбами, всякие экспонаты, там огромный цвет кошелота на гигантский зал, вот, и, короче, я все это подгадал так, при этом я сперва сделал такое кольцо на морскую тематику, потом я узнал, что там есть вот этот музей океанографии, мы в него сходили, а после этого, когда шли домой до отеля, по такой дорожке, прилегающей через парк, я ей там сделал приложение, приложение, и подарил вот это вот кольцо, и щупались, она там, конечно, просто охренела от этого всего, это, ну, очень круто было, вот, потом мы здесь, в Питере через несколько месяцев осенью сыграли свадьбу, там была только Наташа и я, и еще наша подруга фотограф, вот, и все, как бы мы решили не заморачиваться на каких-то там гостей, и насчет чего-то еще такого, ну, что мы так посчитали, бюджет, чтобы сделать нормальную свадьбу, это там, ну, не знаю, там тысяч пятьдесят сто или сто пятьдесят, и на эти деньги я лично лучше куда-нибудь съезжу. Сейчас, извини, про рубли говоришь? Да. Ну, это очень дешево. Дешево, да? Ты че, сейчас самая бюджетная свадьба, я вот буду, наверное, пятьсот-шестьсот, это прям, типа… Это что-то пиздество. Это прям, ну, это дешево, прям, типа, вообще, типа, это самое херовое место где-нибудь, знаешь, тут шавуху делают здесь, это, пятьсот-шестьсот. Гондонь его. И это людей, ну, пятнадцать человек там, это, типа, это то, что ты говоришь, это как раз он с вами на двоих, мне кажется. Да, он говорит, я такой, типа. Так и главный вопрос. Че изменилось? Че изменилось? Ну, вот со своим наблюдением, изменилось ли вообще? Слушай, изменилось, на самом деле, как ни странно. Я боялся, что будет все хуёво очень. Ну, то, что, как бы это сказать, то, что будет такое классическое поведение девушки, которая вышла замуж, и которая уже, типа, ну, типа, все. Можно ходить дома в какой-нибудь растянутой дырявой майке, можно отжираться, как мразь, можно там не следить за собой, все такое. У этого ничего не было. Вот. И, наоборот, отношения стали, со стороны Наташи, более теплыми, любящими, более доверительными. То есть, как бы, как я это понял для себя, до этого она, ну, как бы, не до конца мне, что ли, открывалась, и с ее стороны было непонятно, типа, ну, вот я выбрал ее, или я выбрал не ее. Вот. Ну, типа, были такие непонятки, элемент недоверия. Потом это все поменялось, и наши отношения стали намного кайфовее. Я вот вообще не ожидал этого, да, и вот, ну, признаюсь честно между нами и всеми твоими подписчиками, я… Там немножко, понимаете. Я делал этот шаг, знаешь, хочешь так думать. Короче, рисковал. Да, типа, рисковал. Ну, блять, ну, ладно, похуй, короче. Ну, типа, ебанул. Вот. Посмотрим, что будет. В конце концов, ни разу не пробовал я жениться, ну, как бы, хули нет, когда, да. Ну, вот, и оказалось все заебись. Прекрасно. Так что, да, вот такой у меня есть положительный опыт. Интересно. Ты сказал, что, ну, типа, это новый шаг отношений и так далее, то есть вот это все там. Ну, у меня, типа, другое мнение на этот счет, я его не буду озвучивать, потому что, как бы, другое как-нибудь раз. Собственно, ну, у меня мнение о том, что развитие отношений и, в принципе, другой серьезный шаг – это значение ребенка, так скажем. Что думаешь по этому поводу? Слушай, по этому поводу мы с Наташей на пороге принятия этого решения, как раз сейчас находимся. Вот. У меня уже есть сын, я тебе говорил про это дело. Да, я давно знаю, если честно. Давно знаешь? Да, по натуре, конечно. А откуда? Ну, вот так вот получилось. Ну, ты об этом никогда не говорил, поэтому я не поднимал эту тему, потому что считал, что как бы если не говоришь, значит… Ну, в принципе, да, я знал, но… Прикольно, прикольно. Это не мое дело было. Ну, у тебя всегда были развиты какие-то свои коррупционные каналы информации шпионские, так что я не удивлен. Шпионер. Зачем ты по ушке следил? Шпионер. Так вот, что я говорил. Ну, короче, мы сейчас подходим… На пороге принятия. Да, на пороге принятия такого решения, да. И я прекрасно, ну, я не ищу, знаешь, каких-то, короче, отмазок такие, типа, что вот там, чтобы завести ребенка, нужно там, не знаю, зарабатывать, начать там больше, либо еще что-то такое. Это скорее… Да хрен знает, чего это вопрос. Мне кажется, это вопрос просто принятия решения и все. Ну, я, опираясь на свой какой-то опыт, могу сказать, что если у вас детей нет и если вы, типа, подумываете о первом ребенке, никогда вы не будете к нему готовы. Всегда будет казаться, что вот сейчас вот не время, сейчас нету, типа, достаточно средств. То есть, ну, на начальных этапах дети, в принципе, не сказать, что требуют очень много денег. Но с тем, как они растут, вот эта вот демографическая графа, она тоже растет. То есть, как бы… Вот, поэтому на начальных этапах вроде все довольно-таки просто. Но, опять же, вот внутреннее осознание того, что ты не готов и то, что недостаточно денег, ты недостаточно реализовался в этом обществе, оно будет присутствовать всегда. И, наоборот, как бы присутствие первого ребенка, ну, в моем случае, да и, в принципе, в любом случае адекватного человека, мне кажется, оно, наоборот, подталкивает к каким-то более серьезным шагам, действиям, заставляет откинуть всякий мусор из жизни, на который вы растраиваетесь ментально, физически или там временно. И, как бы, ну, это такой тоже шаг не только к укреплению отношений, но и к укреплению вашей жизненной позиции, в принципе, какой-то независимости. А расскажи, как ты принимал это решение? Довольно спонтанно. Спонтанно, да? Да. Мы, типа, пробовали, и потом в один момент мне, типа, говорят, все, типа, я беременна, я такой, е-бать. Е-бать, вот так вот, короче, такой, думаю, жестко. И я сижу, у меня в голове, там, вот эти вот, там, пеленки, короче, там, кроватки, сколько стоит коляска. Я такой думаю, ну, потихонечку, помаленечку, вроде, в принципе, нормально. Сейчас уже два года, я думаю, еще где-то годик и нужно делать третьего. Ой, третьего, ебача. Ну, третьего тоже, но сначала второго. Я думаю, на одном из твоих сториз, типа, что ты забабахал петербурженку на теле москвича. Точно так, да, так и есть. И потом еще хочу башкира или башкирку, то есть, ну, нужно там чичили. У меня женщина башкирка. А, понятно. Да, поэтому, как бы, вот такой пока план минимум, а там дальше как получится. Собственно, ты сказал, что у тебя есть ребенок. Да, да, да. И он, так кажется, ну, как, наверное, многие поняли, он не от Натали, да? Да, да, он не от Натали, все верно. В далеком, хрен знает каком году, когда я был на первом курсе, вот, там еще был совершенно пиздюком. У меня были отношения с одной девушкой. Это было до алкоголизма или в процессе? Ты ты говоришь, алкоголизма, как будто я прям вообще снячил конкретно, там, забухивал. Сейчас я скажу. Ну, это было... Ну, ты пил по пятницам или как? Да, пил по пятницам, там, какие-то... Это не алкоголизм? Пятницы, пати, там, все такое. Ну, короче, студенческая вся эта жутуха, нажираловала там в общаге со всеми вытекающими последствиями и прочее, прочее веселье. По кавычкам. Да, непотребство. Вот, давай так вот, на секунду. Это жалеешь ли от тех временах или они нужны? Слушай, ну, по пьяной теме происходили разные, ну, неприятные истории, да, которые лучше бы, конечно, чтобы не происходило. Но, с другой стороны, это все были уроки, которые я вынес, и благодаря этому у меня в голове что-то прибавилось какого-то опыта, и благодаря этому я принял в конечном итоге решение перестать бухать. Не потому что там... Короче, ну, просто потому что это мерзкое очень состояние, и я понял то, что жизнь уходит куда-то в жопу. К тому же... Сейчас ты не пешь. Да, конечно. Потому что в то время я принял решение... Как не то, что принял решение, я стал увлекаться спортом, ну, в 12-м году, и я просто понял, что надо выбирать, потому что есть вариант либо, например, завтра я знаю, что у меня тренировка, и я хочу... Ну, либо я завтра на этой тренировке хочу там, скажем, присесть с большим весом, либо... Ну, при этом я сегодня зову в клуб, там, бухать, танцевать и что-то такое. Но эти две вещи совершенно не вяжутся, поэтому мне пришлось выбирать просто либо ходить... Либо пойти побухать в клуб, либо пойти на тренировку. У меня тогда был еще период такого агрессивного трезвенничества, когда я, например, мог прийти в бар со всеми, с кем я раньше бухал, сеть за стол и начать всем конкретно ебать мозги очень сильно. Похерасин настолько, да. Да, настолько, короче. Ну, типа нам объяснять каждому, что у него будет, то, что он будет бухать и прочие вещи. Все такие, бля, опять душнило пришел, такие, типа, сейчас начнет свою хуйню. Да, 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 стопудово. Поэтому я очень быстро потерял тех, с кем я раньше дружил. Ну, возможно, оно и к лучшему. Ну, да, вот такая тема. Ну, короче, да, тогда я, ну, я тогда бухал, да, вот в этом двенадцатом, или какой, нет, нет, сейчас, двенадцать лет позже было. Короче, на первом курсе я не помню, какой это был год, но тогда я, что, я тогда недавно закончил школу, поступил в академию, и тогда, ну, я время от времени что-то выпивал, но я настолько сильно не бухал, как, ну, позже уже в студенчестве, когда я там освоился. Вот, к тому же пошел более высокий градус кутежа. Вот. И про отношения с этой девушкой, его зовут Соня, и… Девушку. Да, девушку, да, Софья. Она будет смотреть это видео. Слушай, может, да, если я с кем, ну, почему нет. Вот. У нас сейчас с ней хорошие отношения, до этого было не так. Вот. И, в общем, наши отношения с ней тогда не заладились, после уже рождения ребенка, и она сделала такой, типа, ультимативный жест, съехала от меня, я не стал ее возвращать, потому что… То есть было фух. Было фух. Типа того, да. То есть ты такой… Ну, ладно. Типа, да. Типа, ладно. Ну, хочешь уходить? Ну, уходи, короче. Вот такая тема. Вот. И я не прекратил свои отношения с ребенком, но, конечно, я с ним общался мало. То есть я таким, знаешь, был батей выходного дня. Что касается финансов, то, что у меня родился ребенок, это было для меня определенным вызовом начать зарабатывать, ну, не просто, как, знаешь, там, студент, который там зарабатывает все на какие-то кайфушки, а как уже человеку, которому нужно обеспечивать еще другого человека. И я сперва такой, бля-бля, что я буду делать? Потом начал въебывать конкретно. И через некоторое время понял то, что вполне себе у меня это по силам, и все как бы нормально. Никто не умер, все окей. Давай по цифрам. Сколько у тебя выходило? О, слушай. Сейчас скажу. Не секрет. Это… Нет. Какой год получается? Ммм… Короче, это 12, 10, 13 лет назад. Да, 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 да. 13 лет назад. Вот. Ну, цифр я не помню, потому что я тогда совершенно не вел какого-то финансового учета, никаких там приложений не заполнял. Сейчас примерно прикину… Нет, уже даже примерно не прикину. Нужно ли вести финансовую учетность? Ясен, хер, нужно, да. Сто процентов. Сто процентов нужно. Понимаете, финансовая учетность, как и любой вообще трекинг по жизни, это то, с чего надо начинать, и то, без чего даже никаких целей не поставить, не говоря уже о том, что не прийти. То же самое, как, например, какие-нибудь дрищи все время, но то, что им не набрать, хотя они очень много едят, или жирные, но и что им не похудеть, хотя они очень мало едят. И все, как сказать, какие-то беседы с этими людьми приводят к тому, что человек не считает, сколько он ест, ни калорий, ни белков там, ничего не взвешивает. Толстый человек, он умеет, что если он перестанет жрать сладкие булки, то он сразу похудеет. Он перестал жрать сладкие булки, стал больше жрать какую-нибудь картошку и все остается таким же толстым. Ну и, короче, в итоге все примеры таких людей, которые все-таки начинали что-то считать, а у меня есть один пример человека, который месяц со мной тренивал одно время, и он начал всё-таки нормально считать, взвешивать, и понял то, что на самом деле ест меньше, чем им надо, начал жрать больше и все у него стало нормально. Никаких у него проблем не было с усваиваемостью или еще чем-то. Как говорил один классик, брищи пиздоболы, жардяй и тунеец. Да, да, именно так. И с деньгами точно такая же тема, невозможно понять, куда человеку развиваться, если он не знает тупо, сколько он тратит в месяц, например, так что да, это очень важно. Не помню я тогда, сколько я тратил и на свою жизнь, и на сына, но я помню точно, что мне надо было, ну прям конкретно так напрять жопу, чтобы начать зарабатывать нормальные деньги. И это подслужило толчком развития карьеры, потому что повысилась ответственность. Все-таки ребенок дал пинок под жопу. Да, конечно. А если бы этого не было, пинка под жопу, то я скорее всего, да не скорее всего, стопудово я продолжил бы быть таким же инфантильным парнем, которым оставался, ну просто потому, что и так было нужно, типа нафига что-то менять, нафига, когда все ок, но в плане эмоциональном я, конечно, ему давал мало, особенно вот эти вот первые года жизни. Самые важные. Да. Вот. Я, ну просто был, ну как бы для галочки. Хотя, ну по-разному периоду, там была такая тема, когда он был совсем мелкий, я его брал к себе на лето, где мы с семьей снимали, снимали участок, ну короче, дачу на лето. И вот как-то один год я с ним там плотно прям классно тусил, ну там была такая тема, то что со стороны Софьи, ну короче, естественно, она была на меня обижена, и сын в данном случае был отличным орудием манипуляции, вот, то есть способом, ну как-то где-то на меня надавить, способом куда-то меня не пустить, как-то где-то мне сделать больно и так далее. Ну естественно, она этим активно пользовалась и был такой период, когда я очень хотел его взять к себе летом на дачу там с ним тусить и все такое, но мне его не давали и говорили, что типа он еще слишком маленький, ты там вообще там за ним не уследишь и все такое, мне было пиздец как обидно из-за этого, конечно. Ну в итоге тем летом у меня так и не получилось его взять, ну естественно, он от этого не дополучил определенного мужского воспитания, которое мог бы получить, но я на Софью совершенно никак не обижаюсь и не жую зла за это, потому что я прекрасно понимаю, что то, как я тогда проявлялся в отношениях и не давал возможности ей вообще как бы сделать другие умозаключения по поводу меня, то есть это мой косяк, а не ее абсолютно. Это общий косяк. Ну типа да, да, общий косяк. Короче, дальше несколько лет я был таким папой выходного дня и мой сын вырос, то есть 13 лет, это уже в детстве у него уже все прошло, уже начинается отрочество и переход во вторую часть жизни. Естественно, он вырос более таким мягкотелым, чем мне хотелось бы, потому что у него был дефицит мужского воспитания. Да, мужского воспитания. Вот, то есть у него, по сути дела, он там жил с мамой и с бабушкой. Деда не было? Дед был, да, но дед приходил, он не жил вместе с ними, он там приезжал, уезжал, что-то такое, но с дедом я не сильно знаком и не общаюсь, поэтому по факту, по сыну я могу сказать то, что я сказал. Есть такая тема. Я сам рос без отца, то есть отец ушел из семьи, когда мне было хрен знает сколько лет, может быть 6 или может быть 8, но у меня совершенно никаких претензий к отцу не было и нету. И он всегда с детства для меня был таким персонажем, таким как бы супер-героем. Вот он, ну как мать по образованию художник-график. Вот, при этом у него еще была очень хорошая карьера в спорте, в вольной борьбе. И он одно время выбирал между тем, чтобы идти по художественной линии, либо становиться борцом профессиональным и выбрал быть художником. Вот. Нифига себе. Воу-воу людей, да? Кто-то не знает, как где себя найти, в чем реализовать, а тут приходится выбирать спорт или художник. Да, да, именно так. Ну вот, короче. И что, и что, и что? В каком поколении ты художник? Я, слушай, получается, ну, если говорить именно художник, то во втором, если говорить в целом про искусство, то в третьем. Что у меня дедушка мой был искусствоведом и директором русского музея. Дальше мои мама и отец, они художники, книжные графики. Мой брат тоже художник. Моя тетя искусствовед. И мой другой брат воюрный музыкант. Ну, короче, все реально, ну, так или иначе творческие люди. Там один из прадедов был летчиком-испытателем и еще поэтом писал очень прикольные и трогательные стихи. Ну, короче, это такая творческая составляющая есть в роду явно. Так вот, что я говорил про отношения с сыном? Про то, что он вырос, ну, недополучив некоторого рода мужского внимания. Да, да, да. И как дела обстоят сейчас? Дела сейчас обстоят совсем по-другому, намного лучше. Вот. Я просто, ну, может быть, в силу своего определенного возраста, то, что я стал старше. Может, в силу того, что мой сын уже становится не ребенком, а мужчиной, я понял, что, ну, как бы, либо сейчас я что-то меняю, либо, ну, как бы, все, пиздец полный будет. Знаешь, такой, как бы, бесполезный жирный сын 38 лет, который живет с родителями, там, ну, и пиздец, и уже там с пузиком и начинает высесть, там, еще и прочие там признаки. Вот. И я подумал, ну, про своего отца, то есть, несмотря на то, что он развелся с мамой и у него другая семья, но при этом я понял то, что, ну, и он тоже мало со мной общался, как бы в самом раннем детстве общался, а потом нет, но я понял то, что у меня к нему вообще никаких претензий, никаких обид. Я его люблю и мы с ним общаемся очень часто. Он живет в Новой Зеландии, мы с ним постоянно созваниваемся по скайпу, ну, я с ним советую в каких-то вопросах, там, по художественной части, вообще просто по, ну, житейской. И вообще-то круто, я подумал, еб твою мать, что ты очкуешь, потому что я, как бы, ну, именно что сидел и очковал, то есть, я думал, что, блядь, уже, наверное, слишком поздно, или еще там что-то, ну, или, типа, он будет на меня обижен на постоянке, а потом подумал, я же на своего батю не обижен, все нормально, я с ним общаюсь, все окей, там. Ну, да, у меня там были какие-то у самого пробелы из-за женского воспитания, но я, когда пришел в более сознательный возраст, я понял, что, ну, как бы, ну, что пиздец, там, что я хочу тренить, хочу еще что-то делать, там, хочу какие-то себе бросать вызовы, что-то добиваться определенного, вот. И, ну, как бы, понял то, что нужно подотрастить яйца, чтобы было поинтереснее жить в этом мире. И, как бы, ничего, никто не умер, все в порядке. И я подумал, что с моим сыном будет точно так же, пускай я с ним мало общался в раннем детстве, но зато сейчас еще не поздно в него вложить, как бы, заскочить в последний вагон и вложить в него, подружиться с ним, узнать его лучше и вести его в свою жизнь. А вот самое главное, что, что тогда на первом курсе академии я скрывал тот факт, что у меня есть ребенок, получается, внебрачный. И мне было очень стыдно за эту тему, я это скрывал это всех и никому не рассказывал. И у меня с тех пор вошло в привычку это скрывать, хотя я уже давно повзрослел и уже давно понимаю, что это вообще ерунда полная, это скрывать, ну, вообще это смешно. Но одна привычка осталась это скрывать. И я от него избавился вот буквально этим летом, тире этой осенью, только сейчас. И я просто понял, что, ну, реально, это все полная хрень. То, что я не скрываю, то, что у меня есть сын, это является ограничивающим фактором того, чтобы он развивался. Потому что я работаю в Кузнице. Кузнице – это просто храм мужской силы, тестостерона, всяких ништяков. И это просто преступление своего сына не вводить в этот чертог, так скажем. Потом у меня есть определенные познания в спорте, которые я тоже ему могу дать. И, в общем, с этого я и начал. Я во время, ну, провел пару тренировок у себя дома. Ну, там просто тренировки со своим весом, с небольшим количеством отдыха между повторениями. Потом я из этого сделал круговые тренировки. Которые дают парню ОФП, ну, и закладывают какие-то основы физической культуры. Вот. И поставил технику в нескольких движениях дома. А потом проводил с ним тренировки по WhatsApp или по Skype дистанционно. Потому что, ну, встречаться три раза в неделю у меня нет времени. Вот. И, ну, во-первых, я с ним стал чаще видеться и встречаться чаще. Не, там, раз и, наверное, сколько там. А каждую неделю стабильно. А потом, когда я начал с ним тренить по Skype, я понял, что, как бы, очень большую часть потребностей в общении мы просто вот так дистанционно во время тренировок закрываем. И у меня есть ощущение то, что у меня есть сын, у него есть ощущение то, что у него есть отец. Мы вместе тренем, общаемся там. Ну, там, когда я его хвалю, когда я ему там валю каких-нибудь пиздящих, но, короче, нормальное живое общение стало. Вот. И он очень классно стал прогрессировать. У него дико быстрое восстановление, потому что он подросток. Он делает у меня фулбади три раза в неделю. Иногда, когда нет возможности потренить, там, посетить тренировки часа, я здесь только десять минут, он у меня херачивает табату. Вот. Тоже очень, очень классно ему заходит. Ну, вот. Он, как бы, повышает и выносливость, и силу тоже. Ну, и ставит технику. Вот сейчас он научится нормально отжиматься не с коленей, а, как бы, с нормальной взрослой стойки. У него сейчас такая переходная фаза между отжиманием из коленей и взрослой, такой вот, как бы, волной. Выглядит стрёмно, но он идет к успеху. Ну, так вот. Короче, начал с ним трениться. Это был первый классный шаг. Потом летом привез его в свой филиал Кузницы в Выборге. Там тоже затусили с ним, паковали, поднялись на башню. Короче, вообще был просто отвал башки полный. А этой осенью, когда у него были осенние каникулы, я подумал, что вот он, вот он классный шанс. И я его взял к себе в Кузницу. Он подряд приезжал там дней на пять или даже на семь. И здесь просто у него был такой, как бы, так сказать, экспресс-курс молодого бойца. У него, короче, по учебе такая тема, что какие-то предметы, которые ему нравятся, у него по ним пятерки, а какие-то, которые ему скучны, у него двойки. У меня точно такая же была тема. В принципе, нормально для каждого человека адекватного. Да, да, именно что. А, ну я еще начал с того, что я наладил нормальные отношения с Сони, с Софьей. Во-первых... Был ли у него какой-то приемный отец или что-то в этом духе? Нет, нет, никого не было. Вот, да. И я, как сказать... Еще я говорил про Соню. А, ну вот, короче... Да, да, да. Что сперва была такая тема, что она, как бы, ну, часто делала мне больно за счет ребенка, где-то его там не давая, не пуская, где-то еще что-то такое. Я постоянно на это напоролся, постоянно с ними пытался бороться. А потом, ну, она как-то стала мягче и более понимающей относиться ко мне. И я стал делать все больше и больше шагов навстречу. В итоге сейчас отношения вообще отличные. Мы нормально общаемся, обсуждаем сына там, что-то еще там, мусим. Ну, короче, вообще будут нормальные совершенно отношения такие, как они должны быть. Без каких-то обид, без каких-то претензий. Как Наташа на это реагирует? Слушай, вообще отлично, нормально. Тоже с его стороны нет ни ревности, ни чего-то еще. Она все понимает, все классно. И она хорошо общается с сыном тоже. Вот. Все. Все в этом плане вообще супер четко. Ну, так вот. То есть и нормальные отношения с его мамой. И это тоже, видите, он это тоже все видит и считывает. Это тоже для него очень важно. Прям очень-очень. Я вот это понял. И что говорил про курс молодого бойца у меня в кузнице? Короче, он тут научился вообще всему, чему только можно. А, вот я говорю про оценки. Короче, ну, короче, по некоторым предметам у него там двояки. Я с ним поговорил и донес до него одну мысль очень важную, которую донесли для меня родители в свое время. О том, что оценки это вообще все херня собачья. Самое главное. Мало кто об этом реально говорит. То есть, вообще, то есть, ну, многие ставят вот эти оценки, как просто твое будущее. Типа нынешние оценки. Это залог того, сколько ты будешь зарабатывать в будущем. Конечно. Это же ебаное говно собачье. Господи, ну, зачем вы наебываете своих детей? Объясните им нормально, что это ничего не значит. Ты, блядь, должен не остаться на второй год, а дальше вот ебись как хочешь. Выдели для себя, что тебе интересно, развивайся в этом и все. Твоя задача не остаться на второй год, а там хоть козу еби на занавеске. Ну, блядь, ну скажите честно, гладит наебывать детей. Это система ценностей, она, блядь, уже не работает, серьезно. Давно причем. Да, да, вот именно. Вот я ему то же самое, что ты сказал, ему описал, донес для него. Я говорю, тебе, блядь, что вообще интересно? Он такой, ну, мне интересно, короче, ему интересно рисовать, ему интересно придумывать игры. Он, короче, придумывает настольные игры сам. Такие вот геймплеи, там, персонажи, какие-то вот эти штуки. При том, что многие могут посмеяться, услышав это, но на самом деле, чуваки, вы даже не представляете, какой-то пласт, ниша культуры, такой вот прямо, ну, не то, что андеграундный, но которая не освещена, потому что огромное количество людей долбят в настолке, тратят на них огромные баки, и это типа круто, то есть это прямо реально такое вот, ну, одна из ступеней или, я не знаю, тропинок развития как бы. Да, да, именно. И я такой, не клянусь я, да ладно, ну, то есть, ну, я вижу в этом потенциал охрененный. И мы с ним вместе там вырезали из бумаги, делали вот эти вот настолки, я ему, ну, помогал все это замутить. Вот, потом даже рубанулись в настолку, которую он сделал, и там, ну, реально все прикольно, круто, там, какой-то экшн, хиты там какие-то, что-то кастовать можно, короче охренеть. Прям, ну, целая вселенная. У него в этом плане очень хорошо работает голова, ему интересно и рисовать, и придумывать. И он хочет это все переложить на компьютерные игры. В том числе Бара Софья, Костя, программист, вот, и они вместе с ним занимались, он там что-то по программированию. Братулец помог немножко. Да, да, помог, еще как. Вот, и, то есть, получается, что у сына, его зовут Илларион, вот, у него, с одной стороны, ну, как бы, какая-то есть творческая составляющая, да, с другой стороны, он натаскался в программирование, и это позволяет ему шагнуть, ну, не только настольными играми заниматься, потому что это отдельная ниша, а шагнуть еще в компьютерные игры. И там, насколько я понимаю, разные вот эти вот функции, которые выполняют люди, создающие игры, они идут рука об руку, и очень полезно иметь кругозор, то есть не только просто писать код, но, например, уметь и сделать классную картинку. Полезно уметь и там дизайнерить, и 3D-ху делать, и анимацию, и писать код, и еще что-то, ну, чтобы либо быть каким-то таким единоличником, который делает, как бы, все, ну, либо просто грамотно общаться со своими партнерами в команде. Вот, и я подумал, я говорю, вот это та тема, ты понимаешь, короче, потому что я вижу, он смотрит на меня мутными глазами, привык, что его дрочат за оценки, понимаешь, и в школе как все делают, так как дети там готовы чуть ли не вешаться, сука, из-за этих оценок, вообще. Ну, типа… Ты жаришь, что по исследованиям типа, по-моему, каждый ребенок думал о суициде, когда получал плохие оценки. Капец. Капец. и, блядь, ребенок, просто вдумайтесь вот в это на секунду, вспомните себя. Это просто жесть полная. И при том, что людей, которые дрочили за оценки, проходили эту школу говна, и у них рождаются дети, они тоже их дрочат за оценки. Вы че, ебнутые, что ли? Зачем так делать? Ну, серьезно. Ну, да, это просто жесть. У меня вот в свое время родители, и это просто, наверное, ну, одна из самых классных вещей, которые они для меня сделали, они мне объяснили с самого начала, то, что, ну, короче, можно забить хуй на эти оценки, то, что это не самое главное. Поэтому я, ну, в школе, обменял за свою жизнь, по-моему, три школы или что-то такое, потому что у меня не клеились отношения с учителями, но отчасти из-за того, что я забивал хуй на вот эту тему, когда мы пытались манипулировать с помощью вот этих вот оценок. Ну, вообще ни хера не складывались с некоторыми учителями, потому что, ну, типа, вот, пуп земли, и, короче, все, типа, сейчас тебе въебем двойку, и ты тут, короче, все, давай там, не знаю, что угодно делай, а мне было похер. Ну, или там не двойка, а там тройку, что-нибудь еще. Жалеешь ли ты, что, ну, не сказать, что время там упущено или еще что-то, а то, что ты не сделал раньше? Почему ты вообще, в принципе, ну, вот решил, как бы, вот именно сейчас? Я просто знаю, что в природе существует, как бы, такой период, вот, частно, ну, там, женщины расходятся с мужиками, от которых у них дети, вот, когда вот это только все вот на стадии, грубо говоря, рождения-зарождения, или там в первые годы жизни, но потом мужчины возвращаются к своим детям, когда вот у них уже наступает возраст, вот именно вот этот вот отрочество, как ты сказал, потому что это как раз-таки тот возраст, когда мужики брали своих сыновей с собой на охоту, там, в боевые походы, то есть, там, в какие-то собирательные моменты и так далее, потому что его уже можно, ну, непосредственно обучать мужскому ремеслу, типа, там, владение мечом, владение луком, владение лошадью, не знаю, собирательство, построение и все в этом духе, поэтому это, как бы, можно сказать, такое второе дыхание, второе дыхание, как бы, воспитание и, как бы, коммуникации со своими детьми, ну, это, как бы, ну, прямо, это факт такой существует. Собственно, слушай, я понял, в чем вопрос, я не жалею нисколько, что было, то было, жалеть смысла нет вообще никакого, и сейчас я ему даю все, что я могу ему дать, я могу ему дать действительно много, и я ему уже много дал ударными темпами, вот за эти 5 дней, когда он у меня здесь был, он научился лучше ориентироваться по городу, потому что до этого там за него все решали, типа, там, ой, Иларион, там, вот, выйди здесь обязательно туда, там, в том, сюда, а вот до этой станции ты умеешь доезжать, да, а до этой нет. Но я теперь зарабатываю деньги, чтобы ездить на такси, так что шах и мат. Ты закрыл вот этот вопрос. Да, я разобрался. Ну, вот, короче, то есть, везде его так вот, вот, его все оберегали, ему там 13 лет, он нормально там на метро ездить не умеет, вот, короче, и... Это тоже вот эта гиперопека, это прям вот такая проблема, то есть, надо больше этих тем поднимать, общаться. По любасу. И, то есть, мне Софья, ему мама говорит, слушай, типа, там, ну, напомнил Илариону, чтобы он там не опоздал, там, или что-то там такое, или там, позвони ему там, или что-то, ну, короче, типа, ну, как-то его подопеки. Чуварь сам себе игры делает, поставь себе оповещение на телефоне. Да, я говорю, не, ни хрена, я с ним договорился, я его спросил, а тебе напомнить надо? Он такой, нет, я все понял. Ты понял, где мы встречаемся, во сколько? Да, я все понял. Я говорю, все, если он не понял, это его проблемы, как бы, ну, уедет он куда-нибудь не туда, ну, не умрет он, он поймет то, что он косякнул, там, поедет в обратную сторону. И так и было. Он несколько раз уезжал куда-то в ебеня, не туда, куда надо, там, либо, наоборот, выходил, там, шел сюда, проходной, потом возвращался. Ну, ничего, прогулялся, воздухом подышал, все нормально. Вот, потом он у меня здесь заработал свои первые деньги. Я его привлек в качестве работника вместе с пацанами делать ремонт, там, в одном помещении красили стены, заносили, выносили стеллажи, он похерачил с ними, побьёбывал, так, конкретно, часов по 8, по 9 в день, заработал деньги себе, засрал новые кроссовки, которые взял, там, какие-то недавно купленные, засрал их в хлам просто, так что, походу, он то, что заработал, потратил, чтобы себе нормальные кроссовки вместо тех купить. Ну, короче, взрослая жизнь у него началась. Сам процесс, да. До него дошло то, что ему, чтобы развиваться в своей теме, ему нужно качать английский, потому что там все туториалы на английском, а по английскому... Качайте языки всегда. Да. Я ни хера не знаю английского, но могу сказать, качайте, блядь, языки всегда не пропадёте. Вот, короче, и до него дошло то, что ему нужно качать английский, все остальные предметы ему нужны, чтобы не вылететь из школы, ему надо учиться вообще, как-то, ну, лучше общаться, коммуницировать с людьми, как-то это называется по-модному soft skills или что-то такое. Ну, короче, сексализироваться. Кооперация контакта. Да, да, да. Это в Макдональдсе называлось. Ну, вот, короче. И, то есть, ему прям, прям был прорыв по этой теме. Еще мы тут... Смотри, чтобы не углубляться в детали, давай так, смотри, основной посыл, вот ты сказал, что поздно, не поздно, жалел, не жалел, но вот он основной посыл, грубо говоря, людям, ну, которые попадают в такие ситуации, допустим, ну, и в принципе, вот о своих детях там какой-то. Ну, чтобы подытожить эту тему, чтобы было понимание какая-то мораль для тех, кто смотрит. Понял. Основной посыл такой, что нужно никогда не ссать и не стесняться и забивать хуй на чужое мнение. По крайней мере, точно, мнение окружающих не должно быть ограничивающим фактором, если вы решаете давать своим детям или не давать там. Ну, и поздно или не поздно, вообще, похуй, никогда не поздно. Главное, не просто строить планы или что-то, а выбирать, ну, ставить себе цель и начинать платить максимальную цену за достижение этой цели прямо сейчас. То есть, ну, вот у меня так и было. Я просто понял, блядь, ну, пиздец, короче. Дальше, дальше лучше точно не будет. Я взял сразу же, ему позвонил, говорю, значит, так, мы треним три раза в неделю. Потом взялся, звонился с его мамой, пообщался по душам, наладил отношения, потом поставил себе там будильники, ему тоже доебалову, чтобы поставил будильник и все. Фишка в том, что что-то самое минимальное на пути к определенной цели всегда любой человек может сделать прямо сейчас, вот всю минуту. У меня еще один вопрос. Почему ты, типа, говоришь, стеснялся того факта, что у тебя вот есть ребенок? То есть, просто я не могу сказать, что я сталкивался с такой темой, но у меня, короче, я стоял, короче, я стоял перед выбором, то есть, но я веду блогерскую деятельность, то есть, она у меня такая. Афишировать или нет? Типа того, я думал, типа, личная жизнь, афишировать и так далее, то есть, я стоял перед выбором, что, ну, типа, не афишировать личную жизнь, потом я подумал с другой точки зрения, что наверняка люди попадают в разного рода ситуации, как бы дети, это, ну, довольно тяжело с разных позиций, кто-то уходит от детей, кто-то там, ну, забивает на детей, и все в этом духе. Я подумал, что, ну, у нас же, типа, нормальная, адекватная семья, ребенок, и каким-то образом там, ну, не стимулировать, возможно, каких-то людей, потому что это, типа, и такая модель поведения, она, типа, того, нормальная. Собственно, я не могу сказать, что я как-то стеснялся или еще что-то, но мне казалось, что какое-то время, что это не нужно делать, потом я подумал, что, как меня крестили в одно время, что, типа, я человек, который, типа, ловец душ, и люди, типа, смотрят вот на эту тему, стараются брать пример, еще что-то. Я думаю, мне кажется, это прикольная стезя, потому что одним спортом сыт не будешь, нужно развиваться в разных направлениях. Я подумал, что вот направление домостроя, так его назовем, будет неплохо, и как бы стал, собственно, афишировать, что тебя останавливало именно вот. Слушай, а просто страх какого-то социального порицания, типа, у божечки, у божечки, у него есть ребенок, а при этом жены нету, да это же пиздец. Ну, звучит глупо, да? да, да, я разбирался в этом, других причин не нашел, просто нет, ну, просто ссыкливость такая, понимаешь, вот этого дела. То есть, перед общественным мнением. Да, 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 ну, и при этом, я знаешь, весь такой из себя, там, эпатажный, там, не знаю, там, веселач, художник, каякер, походник, кузнец, но боялся вот такой, такой вещи. Ну, и, кстати, твой пример, то, как ты проявлялся, то, как ты показывал свои взаимоотношения с дочкой, он на меня повлиял тоже, как одна из составляющих, потому что, ну, на тот момент мы с тобой не общались, и я вообще не знал, что у тебя есть дочка, и тут, как я это вижу, где-то случайно, может, он такой, бля, ни хера себе, и, как бы, я подумал, вот это круто, а потом подумал, ебаный рот, а я-то что, блядь, ну, пиздец, просто полный. Сработало, блядь, смотрите, как сработало. Именно, именно, что сработало, и вот это было, той, еще таким, знаешь, таким, доливом, вот такой-то кувшин, потому что там уже, знаешь, копилось, 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 и чаша уже переполнилась, я такой, блядь, все, короче, все, давай, погнали делать, и, да, я тебя за это очень благодарен, бля, мне проще, я там уже пиздец, что это дерьмо сработало, очень круто, я надеюсь, да, я уверен, что я думаю, Федор такой не один, да, подожди, вот, так что, короче, и я, короче, перестал ссаться, и такой, пацанам всем сказал вкуснице, они не знали, да, они не знали, я написал в чат, пацаны, сегодня мой сын придет, мы с ним будем всякую, всякую там творить дичь, все такое, я думаю, челы такие, а, окей, они такие, а, не, вообще, началось все с того, что я запостил в свой аккаунт в инсте, сторис о том, как мы с сыном тусанули в Выборге, потому что я умудрился его сводить в Выборг, ну, и Выборгский мой коллектив знал о нем, но питерский не знал, не то, чтобы я скрывал, но я не рассказывал питерским, вот, я запостил сторис о том, как мы с ним тусили, и там все такие, сын, Федор, а кто этот чувак у тебя рядом с тобой, в смысле сын, да ты угораешь, вот, некоторые там чуваки знакомые, они до сих пор как бы не поверили, они подумали, что я их стимул, вот, пацаны из моей команды, они такие, о, нифига себе, неожиданно, типа, потом, когда я его, ну, короче, посыл в чем, в том, что никто вообще ни разу мне не сказал ничего там плохого, негативного, еще того, те только охуевали, респектовали, интересовались, и, короче, это, ну, просто охерительно, я понял, насколько глупо было вообще там, что-то ссаться, переживать и так далее, вот, блин, самое глупое, то, что я делал в своей жизни, это скрывало от общественности то, что у меня есть ребенок, так что, вот, такие дела. На этой лирической ноте мы продвигаемся, вместо брутальности, и, собственно, если вы это видео смотрите первым, возможно, то на основном канале сейчас будет эта тренировочная процессия, мы там что-нибудь поподнимаем, по огнем, там, короче, посмотрим, огнем и мечом, короче, как это называется у вас. Ну, да. Я на самом деле, ну, я всегда делаю, в первую очередь, то, что мне нравится, как бы это ни звучало, и когда я это делаю, это получается смотрибельно и полезно, то есть, это отлетает от зубов, это воодушевленно, это не наиграно, и мне всегда приятно общаться с людьми, которые успешны в какой-то сфере, которые могут дать какие-то советы, то есть, и совершенно не важно, какое у них было прошлое, или еще что-то, от каждого человека можно что-то научиться, и как бы сегодня я в очередной раз чему-то научился, узнал что-то новое, узнал что-то интересное, и, в принципе, если вы смотрите это видео, тоже учитесь, от каждого человека, который что-то добился, можно чему-то научиться, и тут прямо вот большой, огромный пласт. Пишите, как вам вот такие вот форматы, пиздяще подкастомные, я не знаю, как их назвать, но, в принципе, это очень удобно, вместо того, чтобы читать книжки, можно в наушники воткнуть, и послушать, что, собственно, сегодня было, каждый тут найдет что-то свое, вот, все, всем спасибо. Спасибо.